Того, что на Юго-Востоке воюют добровольцы из России, командование ополчения никогда и не скрывало. Ранее премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Захарченко говорил, что на стороне войск сопротивления сражаются от 3 до 4 тысяч россиян. Не военных, не разведчиков, а простых людей, которые осознанно, по доброй воле, ради жителей Юго-Востока рискуют своими жизнями. Репортаж Дмитрия Кайстра. Его позывной был Динго, но мы знаем и его настоящее имя, Евгений Пономарёв, казак из Белореченск. Свободно дышать сейчас в Курматорске? Да, ну и дышал свободно. Горы-то не несуются, потому что это смерть. Казак Евгений Пономарёв погиб 27 августа. Он не дожил до 40, его похоронили в родном городе, где остались семья, надежды, жизнь, которую он, наверное, рассчитывал прожить иначе. Но иногда случается, что иначе нельзя. Это вопрос личного самоуважения. Он поехал поддержать и защитить мирных жителей. И он мне говорил, что в первый день бомбёжки он до санчасти пацана не донёс, чуть старше нашего сына. И говорит, как я могу их бросить? Он смотрел ему в глаза, говорил, дядя, я хочу к маме. И умер. И как можно не бороться с этой чумой? Почему едут туда русские добровольцы? Потому что слушать, какие мы плохие, нам немножко, наверное, поднадоело. На Донбасс Пенза, позывной добровольца из одноимённого города, поехал, потому что, по его словам, больше не мог смотреть на страдания простых людей. У него была мирная профессия, семья, друзья, увлечения. И была боль за тех, кого убивали на Юго-Востоке. Он поехал потому, что не мог не поехать. Тяжёлые бои по всему Донбассу, подразделение, в котором воевал Пенза, первым заняло Саур-Могилу. 17 человек, все добровольцы из России, несколько дней удерживали натиск батальона «Азов». 400 карателей, 60 единиц бронетехники. Нас потом назвали то, что они воевали с целым полком ГРУ. Конечно, нам это было очень лестно. Но, извините, ребят, это не так. Мы обычно добровольцы. Там даже среди нас был парень, который даже никогда не был в армии. Обычный страйкболист. Играл в страйкбол, и вот повеяло приехать туда. Ну, отстрелялся нормально, хорошо удержали мы эту высоту. Но сначала у каждого из них была своя высота, нравственная. У Аслана из Северной Осетии был бизнес, успешная жизнь. Но как можно было успешно жить, хмурится немногословный Аслан. И не думать, что каждый день гибнут мирные люди. Было несколько таких моментов, когда я уже... Ну, таких переломных. Одесса, там, еще какие-то моменты. Ну, я решил, что я должен в этом как-то поучаствовать. И постоять за своих братьев, постараться их защитить. Три месяца он дрался в самых горячих точках по всему Донбассу. Получил контузию, тяжелейшее пулевое ранение. Сейчас в госпитале. Врачи говорят, ставить на ноги будут долго, полгода. Но на вопрос корреспондента, а что потом? Аслан, ни секунды не думая, отвечает, поеду обратно на передовую. Мама, конечно, возмущалась. Но я постарался ей объяснить, что это правое дело. То, что это в наших интересах. Что завтра это может коснуться нас. То есть ее конкретно. И я просто хочу на корню это пресекать, чтобы близко не подпустить к осете, к России. Такие, как Аслан, Пенза и сотни других добровольцев, самые обычные люди. Не супермены, не показные герои. Они герои настоящие. С мозолистыми руками, слегка скованные перед камерой и предельно настоящие. Это в глазах, это в неболтливой манере, тяжело подбирая слова, вспоминать то, что пришлось увидеть и пережить. А ведь многие не служили в армии и еще совсем недавно представить не могли, что окажутся на передовой. Но для них все это, избегая пафоса и громких слов, действительно стало выражением человеческого достоинства. Когда не безразлично, когда чужую боль привыкли считать своей и быть с теми, кому помощь нужнее всего. Если бы не наш ДНР, я не знаю, нам бы здесь был полный кордык. Они пришли нас защищать, то, что мы хотели, того, в общем-то, наверное, мы уже добились на сегодня. Они отстояли наш город, наши права и наше всеобщее мнение, наши интересы. Это простые люди Востока Украины. Полгода они живут в аду под нескончаемыми обстрелами, их утюжат градами артиллерии, расстреливают из танков и крупнокалиберных пулеметов, прицельно бьют тактическими ракетами и забрасывают бомбами с боевых самолетов. Это дикий ужас. Даже в войну такого не было. Я пережила войну. И мы все российские террористы. Вот он с Борисовки, вот со стройгородка. Эти с Лисичанской, с Северодонецкой. Мы все российские террористы. А они все белые и пушистые. Имен большинства добровольцев мы никогда не узнаем. Они оставляют работу, привычную жизнь и едут на помощь, потому что по-другому просто не могут. В ответ на ложь, которую множат западные СМИ про патологическую любовь этих людей к насилию, про деньги, которые им якобы платят, они просто пожимают плечами. Но как объяснить, что есть понятие общей беды и сплоченности русских людей? И понятие исторической родины, которая одна и которая часто шире политических границ? Эти неоднократно заклейменными русскими наемниками добровольцы ведь действительно оставляют вполне сытую жизнь не за деньги. В такое, наверное, трудно поверить на Западе. Но только так и случалось всегда в многовековой истории нашей страны. Если бы, допустим, я приехал, сказал бы своему отцу, что пап, я приехал тебя за деньги здесь защищать от фашистов. Как бы, я думаю, что, наверное, меня бы отец не понял, и другие бы не поняли. Да, я сам бы себя не уважал, если бы я так это все делал. Владимир Мельник живет в России, но он уроженец Донбасса во Вторую мировую. Его дядя, военный летчик, погиб под Саур-могилой. Его самолет был сбит фашистами, теперь вот он сам, на передовой. Такая связь поколений, духовная связь. Великая война и великая история. В этих местах когда-то разворачивались события слова о полку Игореве. Но кто мог представить, что смерть и боль вернутся сюда опять? И в цементных подвалах на однотонных одеялах дети будут учиться считать секунды между разрывами и отличать вой снарядов от режущего свиста мин. Кто куда побежал? В подвал сюда. С папой. Меня папа за руку взял и потянул сюда. В зеленой кепке и белой майке с надписью «Вежливые люди» тот, кто называет себя позывным Пенза. Обычный русский человек. Таких тысячи. Они неразличимы в толпе, негромки и не суетны в обычной жизни. Но когда приходит беда, эти люди первыми встают в строй. Пенза ненавидит войну, но уже не сможет забыть все, что видел и никогда не сможет остаться в стороне. Его война и его мир – это сражение за правду. Ту правду, которая для всех добровольцев и есть главная ценность жизни. Наемников там, с нашей стороны, нет. Нам не платят зарплату. Потому что это уже не просто желание помочь людям. Это уже стало своей войной. Потому что очень много погибло друзей, товарищей, которыми мы воевали, с которыми, можно сказать, делили еду, сигареты и вообще кров. Это уже моя война. Здесь уже до конца. Путь только до конца.